Смотри, давай сделаем, то есть мы не будем опускать почти полную амплитуду, мы сделаем 110 градусов, 100 градусов даже. Горизонт прошел и все. Пошел нормально? 41 килограмм. На самом деле попробуем сегодня снять продолжение того материала, который мы снимали в Краснодаре с Иваном и Сергеем Юктышенко. Я сейчас делаю в своей технике, а потом попробую Кагаван опустить пониже. Смогу ли, не знаю. Проходишь горизонт. То есть техника может различаться, есть какие-то такие нюансы у каждого рукоборца, но принцип самый главный, нужно проходить горизонт. Вот этот горизонт, эта точка, она отсекает, ну, просто вот, я не знаю, огромное количество килограммов, которые вы приписываете себе. Поверьте, горизонт показывает, что они еще не ваши, что вы еще до них не доросли. Вот и все. Вот и все. Да, вот она и поплыла сразу. И мне сразу понятно, что, несмотря на то, что, да, вот я в нелепом вот этом угле или углу, как правильно, могу с ней что-то сделать, но это даже близко не мой рабочий вес. То есть даже близко это не мой рабочий вес. Вот только проговорили, да, буквально, ребят, не монтаж. Вот только мы поговорили об этой теме, и мне вот присылают фотографию на вот эту тему, о которой мы говорили. Я понимаю, что, ну, этот парень сильный, он крутой, потому что я вот так не сделаю, я сразу говорю. То есть я старый мешок, там, пенсионер, я так не сделаю. Но при чем здесь армрестлинг, мне не очень понятно. Что, неудобно, блин, нет, не смогу. Даже удержать. Вот так вот. Ну, а ты такой попробуй, вот, нужно же совсем в песоком угле удержать. Нес, заваливает спина моя. Как-то так. Тогда мы попробовали разобрать вот эту технику подъема на бицепс, правильную, неправильную, чем отличается. Но как-то парни были уставшие, и как-то у нас финалочка получилась невнятна. И вот мы сейчас пробуем финалочку снять, ее показать. Но, опять же, не факт, что получится. Изначально наша была задача перейти горизонт. И как только мы уже не можем перейти горизонт, мы пробуем делать с этим весом в неправильной технике, чтобы вам показать разницу. Сколько здесь? 51. 51 килограмм. Был горизонт? Горизонт был и плюс при этом сделал, ну, в очень силовой манере, то есть вытащил без инерции, то есть без подкидывания, без закидывания. Красавчик. Да, безусловно. Однозначно красавчик. Самое главное, когда ты ее поднимаешь просто, вот просто ты ее тащишь до места. Ты вообще не понимаешь, как ее можно поднимать там написок с рукой одной. Все, вот он. Край крайний. Ну, причем прям хороший край, потому что ты ее до линии горизонта все-таки довел. А сейчас мы попробуем поиграть в игры, хотя на самом деле у меня есть такое подозрение, что неправильно поднимать нужно тоже уметь. Да. И не знаю, получится ли у меня, не получится, но опять же, 51 килограмм от горизонта я поднять не смог. И вот, и все. И вот, видишь, раз, два, даже сильно раскрыться. И третье сейчас вытащишь. А если это еще безобразие снять под правильным углом, так, чуть сверху. Да, да. Пожалуйста. Вот и вся арифметика, ребят. То есть я сейчас опускаю ровно до того момента, когда мне становится тяжело. Стало тяжело, я ее поднимаю. Смысл, кроме красивой картинки, ноль. И самое главное, да, наверное, сказать надо о том, что, ну, существует такой миф в армрестлинге, я не знаю, откуда он взялся, но он существует, о том, что когда ты делаешь вот так, как сделал ты сейчас, ты тренируешь связки. Никакие связки ты не тренируешь в этот момент вообще абсолютно. Ты тренируешь хитрость. Ты тренируешь, да, свою хитрость и тешишь тем самым свое эго. Больше ничего не происходит. Многие чемпионы будут убеждать, ну, я же так тренируюсь, у меня так работает. Ребят, без проблем, тренируйтесь, это как бы ваши руки, ваши результаты. Мы сейчас просто хотим показать пример, чтобы люди разбирались в килограммах, чтобы люди, когда видели в Инстаграм какие-то супервеса, они понимали стоимость этих весов. Это реальный подъем или это иллюзия? То есть вся эта история, вся эта программа только для того, чтобы люди понимали, что они видят, чтобы они разбирались. А уж как, вы будете тренироваться? Это ваше решение. Как-то так.